МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИТ ПЯТЁРКА! Если можно так выразиться, у нас сегодня элитарная игра. Я не имею в виду супер-шоу, которое на центральных каналах. Элитарная игра у нас, потому что пришли сюда люди, хотя и молодые, но заслуженные. Слева от меня замечательные ребята. Это команда Тигры. Рукойте Михаил Коновальчик сегодня. И справа от меня команда Ковчег. Витал на нее Герман Прохоренко. А что замечательно, обе эти команды в свое время становились чемпионами Белоруссии и Европы по брейн-рингу. Ну, естественно, в своем возрасте. Сейчас Ковчег, наши Ковчеги, которые справа, которые красные, уже студенты. Это выпускники нашего клуба Белая Рысь. Ну, а у Тигров очень и очень много еще всего впереди. Но, тем не менее, команды сильные, команды титулованные. Ну, неудивительно, такие тренеры работают с ними. Итак, внимание. Эрудит пятерка. Элитарная игра. Тигры против Ковчега. Вперед! И начинаем мы с нашей традиционной донетки. С нашей блеф-игры. Я обращаюсь к Михаилу. Есть такой у вас тигр, который может мяукнуть? Да или нет? Ну, самая лучшая интуиция у нас обладает Лена. Понятно, хорошо. Великолепно. Герман, есть на Ковчеге какие-то твари по паре, которые да или нет умеют говорить? Из Чехии к нам приехал чешский зоноток Евгений. Хорошо. Лена против Евгения. Вперед! Итак, наша донетка. Верите ли вы, что в ветке, как и в Москве, есть Красная площадь? Площадь. Лена, прошу вас. Да. Да, в ветке есть Красная площадь и Покровский собор свой, как и в Москве. Отлично. Первые пять очков на счет тигра записала Леночка Шукута. Играем. Верите ли вы, что слова цыган и цыпленок пишутся через «ы»? Прошу. Да или нет? Да. Хорошо. А какие еще слова пишутся через «ы»? Цыпочки, цыпленок. Ну и цыган, конечно. Ну и цыган. Хорошо. Счет равный. Играем дальше. Верите ли вы, что Карло Каллоди написал сказку о Буратино? Лена? Нет. Почему нет? Просто нет. Просто нет. На самом деле нет сказку о Пиноккио придумал Карло Каллоди, а Буратино выдумал уже наш Алексей Толстой. Творческий, переработав жесткий такой триллер «Кисти и пера Карла Каллоди». Там ужасно я читал. Лучше не читайте. Лучше нашего Толстого сразу. Играем. Верите ли вы, что Титикака – это самое глубоководное озеро в мире? Прошу, Женя. Нет. А почему? Потому что самое глубоководное озеро в мире – это Байкал. Да, это наш Байкал, вы правы. А Титикака – самое высокогорное. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Верите ли вы, что самый тяжелый металл – это свинец? Евгений? Да. Вот в Чехии явно там не работают ни с осмием, ни с иридием. На самом деле самые два тяжелых металла – это осми и ириди. Осми чуть потяжелее, ириди чуть полегче. Так что всеобщее заблуждение насчет свинца мы развеяли в пыль. И счет 10-10. Дуэль игра, вперед! Итак, капитаны и игроки, будьте готовы. Сейчас прозвучат пять тем нашей дуэль игры. И у вас будет целых пять секунд. Огромное время, чтобы решить, кто такую тему на себя готов взять. Первый бой – Гомельщина. Второй бой – о русском языке. Великий и могучий. Третий бой – сказки. Четвертый бой – всякая разная география. И пятый бой – металлы. Итак, пять секунд. Итак, Михаил Коновальчик справился со своими тиграми. Оп! Быстрее. И тигры у ног моих сели. Ну, на ковчеге там дольше шли разговоры. Итак, поехали. Первый бой – Гомельщина. И я спрашиваю Михаила Коновальчика, самого главного дрессировщика тигров в нашей студии, кто готов пойти и рассказать все, что знает о нашей родной земле. Ну, Гомеля лучше всех знает Даниил. Даниил, хорошо. Учти, Даниил, там еще Гомельщина, там вокруг Гомеля еще много всего. Может, ты не знаешь. А Герман у вас? Раскидала нашу команду по свету, поэтому Чехия уже отыграла. Пойдет сыграть Польша. Ксения. Хорошо. Итак, Даниил против Ксении. Вперед! Так звали славянского златоуста, который жил и проповедовал в Турове. Ксения. Кирилл. Кирилл, да, не забыли о своих далеких краях нашего златоуста. Играем. На Гомельщине Гомель, Ветка, Чечерск, Туров, Юровичи. В России Сергей Евпосад, Переславль Залезский, Суздаль, Владимир. А что это? Ксения. Тишина. Три, две. Одна кнопку выиграла. Вот такая тактика. Жмем, думаем. Даниил. Золотое кольцо. Золотое кольцо. Гомельщины и золотое кольцо России. Браво! Продолжаем. С 1987 года в этом городе работает замечательнейший музей народного творчества. Сегодня он носит имя своего создателя Шклярова. Город? Ветка. Ветка, прекрасный музей для... Я думаю, были. Играем. Этот город, упомянутый в ипатьевской летописи в один год с Гомелем, стоит на впадении реки Трудь в Днепр. И фальстарту Даниила. За этим очень строго следит наш электронный судья Ксения. Вот плывете по Днепру, и вдруг видите Друдь. Брагин. Нет, Брагин на Брагинке стоит, тоже их специалист вам говорил. На самом деле, на впадении Друти в Днепр стоит прекрасный город-столица белорусской сгущенки Рогачев. Играем. А вот на гербе этого города на Гомельщине не стареплавильный ковш, как можно было ожидать, а славянская ладья. Данил? Это Жлобин. Это Жлобин, а почему там ковш может быть? В Жлобине находится металлургический завод. Прекрасно, все знают. После боя Гомельщина 25-15 тигры ведут следующий бой. Вперед! Итак, Великий и Могучий бой о русском языке. Михаил, есть знатоки русского языка в тиграх? Да, конечно. Это Лена Шкута. Леночка Шкута, хорошо. Герман, ау, на ковчеге. Великий и Могучий, это я. Понял, хорошо. Итак, Елена против Германа. Вперед! Итак, внимание. Великий и Могучий. Это гласное никогда не может стоять в начале слова. Прошу. И это правильный ответ. Предложение, которое состоит только из подлежащего и сказуемого, называется... Нераспространенное. С ума сойти! И Герман сравнивает счет. Играем. Столько звуков в слове лусь. Три. Например? Л, О и С. Мягкая С, хорошо. Играем. С буквой У на нем сидят. С буквой О на нем едят. Стул-стол. Стул-стол. Отличный ответ. Играем. Вот сейчас вы мне произнесете неизменяемое слово, которое непосредственно придет чувство, призыв к действию или звук. Ну-ка. Междометие. Ну. Ух. Ух. Ага. Привет. Ура. Да, это междометие решило именно о междометиях. И Герман вовремя догадался, что ему нужно было сделать. И Герман выводит свой ковчег вперед. 35-30. Следующий бой играем. Вот как переменчиво игровое счастье. Лена против Лиза нашей команды Елизавета. И так, Лена против Лизы вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть такая стихотворная сказка у нашего Александра Сергеевича, который наше все. Продолжаем. Уж простите, из песни слов не выкинешь. Раздевая героя этой иностранной сказки, русский человек должен проливать слезы. Лиза. Чиполлина. А почему? Ну, потому что это мальчик-луковица. Да, кто меня раздевает, тот слезы проливает. Играем. Странный конец у этой сказки, Леночка. Ведь лиса-то хлеба не ест. Колобок. Конечно. Лиса хлеба не ест, но вот колобок съелся как-то сам собой. Играем. Это сказка о разделе имущества и о мелком хищнике, который, раздев хозяина, мог обуть кого угодно. Леночка. Кот в сапогах. Да, кот в сапогах разделал хозяина, запихнул в речку и там уже обул сапоги, и обувал там всех, кого встречал. И заканчиваем. Этот герой литературных сказок побывал и в солнечном городе, и даже на Луне. Лена. Незнайка. Незнайка прекрасная. Итак, Лена с Лизой вот так обменялись правильными ответами и стала ничья. 45-45. Следующий бой. Четвертый бой у нас география. Всякая разная география. И экономическая, и физическая, и сказочная. Так что должен выйти универсал-географ. И я даже догадываюсь, кого отправит в бой Михаил. Михаил, кого вы отправляете? Пойду я. Когда-то я был олимпиадником по географии. Герман. Против тигров пойдет главный волк нашей команды, Максим Маршов. Хорошо. Итак, Михаил против Максима. Вперед. Географическая география. Начнем с элементарных понятий. Его длина 40 тысяч километров. Фальстарт у Михаила. Очень строго за этим следит наш электронный судья. Максим. Экватор. Экватор, конечно же. Отлично. Экономическая география. Рыночная экономика основана именно на такой собственности. На частной. Конечно, на частной. География материков. Пустыни Гоби, горы Тяньшань, озеро Байкал расположились именно в этой части света. И снова, Максим. Азия. Азия – это правильный ответ. Да, субконтинент Азии. И география океанов. Это самый маленький по площади океан. Северный Ледовитый. Точно. Точно Северный Ледовитый? Да. Да. Это правильный ответ. Да. И заканчиваем. Сказочная география. Изучение географии этой страны свелось у Алисы к путешествию по шахматной доске. Что же за страна такая была? Зазеркалье. Это правильный ответ. Итак, Максим, на самом деле, показал, что он такой волчара. Вот. Обыграл пять раз нашего Михаила. И счет стал 45-70 в пользу Ковчега. Следующий бой. Играем. Итак, Миш, нужен сейчас металист. Ну, не этот самый такой. А вот знаток металлов. Кто остался? Родион. Итак, Родион у нас знаток металлов. Есть знаток металлов на Ковчеге? Ну, так как Ксения слушает поп-музыку, пойдет Евгений. Итак, Родион против Евгения. Вперед. Родион! Родион! И Родион сейчас отомстит за своего капитана. Играем. По древней традиции, этот металл – всеобщий эквивалент стоимости. Родион. Это золото. Это золото, да. Этот металл входит даже в состав наших костей. Родион? Кальций. Кальций, конечно. Этот металл называют еще летающим. Из него не зря делают самолеты. Прошу. Алюминий. Алюминий, так. Извлечением металлов из природного сырья занимается эта отрасль промышленности. Да. Металлургия. Отлично, ответ. Тяжелый металл или хэви металл еще называют тяжелый… Да. Рок. Тяжелый рок, конечно же. Итак, в маленьком нашем бою 20 у тигров, 5 у ковчега и общий счет 65-75. Ковчег впереди, чуть-чуть, но впереди. Следующая игра, тест-игра, она ждет. Вперед! Итак, тигры, Михаил, тема нашей тест-игры, нашего скоростного централизованного тестирования – исторические личности. Есть у вас такое глыбище, матерое человечище, кто-то может выйти и рассказать об исторических личностях? Да, конечно. Это Лена Куриленко. Леночка Куриленко, готовьтесь. Герман, кто у вас такой, типа Чингисхан, Наполеон и Путин в одном лице? Это Ксения Митина. Понял. Итак, Лена против Ксении. Вперед! Итак, три варианта. Один вопрос. Начнем. Наш земляк Андрей Андреевич Громыко в Советском Союзе до перестройки был А. Министром иностранных дел, Б. Министром внутренних дел и Ц. Министром чрезвычайных ситуаций. Ксения была быстрее. Ответ А. Министром иностранных дел. И это правильный ответ. Плюс 10 очков к ковчегу. Играем. Джузеппе Гарибальди. Поролса. А. За разделение Италии. Б. За объединение Италии. И Ц. За переименование Италии. Лена нажала. Свидетельствую. Лена. За объединение Италии. Конечно же. И достиг в этом немалых успехов. Политическим консультантом князя Дмитрия Донского можно назвать А. Святого Иоанна Кражесатского. Б. Святого Сергия Радонежского. И Ц. Святого Василия Блаженного. Елена снова нажимает. Ответ Б. Ответ Б. То есть Сергий Радонежский. Да. Именно так. Именно Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия на Куликовскую битву. Вы знаете, что во Франции было пять республик. Сейчас там Пятая Республика так называемая. И первым президентом Пятой Республики французы избрали А. Кардинала Ришелье. Б. Генерала Де Голля. И Ц. Шансонье Азнавура. Прошу. Ответ Б. Кого? Шарль Де Голь. Шарль Де Голь – это правильно ответить. Браво! Ну и заканчиваем тему. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль. Потомок герцога. А. Честерфилда. Б. Мальборо. И. Ц. Пелмел. Синяя? А. Честерфильда. То есть потомок Честерфильда. Не тем концом вы фильтр вставили. Леночка? Может, Б. Б. Это что? Мальборо? В самом деле потомок герцога Мальборо. И Лена Курененко великолепно отыграла. 100 у тигров, 85 у ковчега. Следующий бой, следующая игра. Итак, внимание. Слайд-игра. Слайд-игра. Начинаем мы традиционно, как в этом сезоне, с буквы «Л». Это простая азбука. Картинка, буковка. Ответил, получил 15 очков. Соперник не ответил. Берешь 10 на подборе. Итак, кто у нас картиночки любит? Миша. Картинки любит Родион. Ой, любит картинки. Я даже знаю, на каких купюрках он любит картинки рассматривать. А Герман у вас? Я тоже люблю картинки. Родион против Германа. Вперед! Итак, ничего жать не нужно. Мы начинаем с выигрывающей команды, с выигрывающей стороны. Итак, я сейчас касаюсь своей волшебной указкой нашего суперэкрана. И Родион начинает. Поехали. Это лимузин. Это лимузин. Простой вопрос. 15 очков. Герман, прошу с вами. Вот нужно назвать улицу. Это морская улица. Не морская это. Улица Родион, может, вы ответите? Я не знаю. Венеция на В. Такая Венеция. Это Петербург. И тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку. Прямо в мойку головой окунут. Кстати, вот там справа последняя квартира Пушкина. Теперь вы это знаете. Родион, играем с вами. Прошу. Серьезный дяденька. Пускай это будет Николай Второй. Николай Второй. Серьезный дяденька. Нет. Не имя у этого дяденьки начинается с буквы Н, а фамилия. Это не Николай Второй. Может быть, это... Николай Угодник. Я же сказал, что не имя начинается с Н, а фамилия. Это памятник первопроходцу Афанасию Никитину. И теперь вы это знаете. Теперь вы узнали его. Герман, играем с вами. А вот речь не обо всем топоре, а вот о той части, которую сейчас я указываю на экране. Три, две, один. Обрубок. Чего? Обрубок. Понятно. Родион, может, вы знаете, что там такое сзади у топора? Обод. Обод. Обух. Это называется. Как обухом по лбу. Итак, играем дальше. Это типичный паб. А что там делают? Там нехорошие вещи делают. Пьют алкоголь. Ой. Алкоголь вредит вашему здоровью. А курение убивает, Родион. Да. Играем с Германом. Ну, это я уже знаю, что это рукомойник. Правильно. Не всякий знающий, что такое пап, знает, что такое рукомойник. А тем более обуху топора. Прошу. Это скульптура. Ну, на всякий случай, вдруг вы не знаете. Вот смотрите, у нее там полумесяц на лбу горит. Это богиня Селена. Ну, это скульптура или статуя. Тут я ничего не могу возразить. Поехали. А вот тут знать надо. Тут уже не выкрутишься. Три. Две. Травянистое растение. Травянистое растение. Извините. Родион, прошу вас. Я не знаю, что это. Это, ребятушки, очень полезное растение. Это тысячелистник. Теперь вы это знаете. Родион, прошу. Пускай это будет Устье. Это будет Устье, Устье реки, вы правы. Герман. Можно назвать тип сооружения. Это форт. Это знаменитый красный форт в Дели. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 145-125. Разница всего в 20 очков. Именно столько стоит правильный ответ на нашей риск-игре, которую мы буквально сейчас же и начинаем. Риск-игра. На риск-игру идет самый сильный, самый надежный, самый знающий, самый реактивный игрок, как СУП-57. А кто это? Самый лучший игрок в нашей команде – это Даниил. Он и пойдет. Пойдет, верю. Герман, у вас? На Блиц-игре Максим Маршов ответил на 5 вопросов из 5. Можем повторить. Хорошо. Итак, Даниил Галушка против Максима Маршова. Вперед! Ну что ж, два очень сильных игрока, два лично мне симпатичных человека. Ну, посмотрим. Итак, риск-игра повторяет тему игры дуэльной. Гомельщина. Самый большой колокол в Беларуси установлен на колокольне этого православного собора. Даниил? Собора Петра и Павла, который находится в Гомеле. Даниил, это кафедральный собор Гомеля, всей Гомельщины. И вы абсолютно правы. Плюс 20. 165-125. Играем. Великий и могучий. Вопрос очень простой. Чем кончается все? Йо. Вы имеете в виду что? Йо. Йо? Букву Йо. Да, букву Йо. Хорошо. Именно, да, это правильный ответ на эту такую смешную и простую загадку о русском языке. 165-145. Разрыв прежний. Играем. Сказки. Именно она отнесла дюймовочку к принцу эльфов. Жаба. Жаба. Нет, не жаба, прошу вас. Это была ласточка. Ласточка, Максим. Ну, есть же разница между жабой и, понятно. Экономическая география. Наиболее полные сведения о численности населения страны дает это мероприятие. Перепись населения. Перепись населения, которая вот скоро у нас в стране и состоится. И заканчиваем. Металлы. Об этом металле мы говорили, упоминая Овет, Кутуров, Суздаль и Владимир. Это золото. Золотое кольцо. Это золото. И это, ну, не олимпийское, наше орудие пятерочное золото. Команде «Тигры». Вернитесь на свои места. «Тигры», я не зря говорил о том, что у вас очень много еще впереди. И вы доказали это в равной, серьезной, очень сильной борьбе, одолев команду «Ковчег». Столь же титулованную, как и вы. Но я надеюсь, что у вас в самом деле все еще впереди. И ваши титулы, и ваши победы. И звание лучшего тренера Беларуси тому, кто с вами работает. Ну и самое главное, то ли школьники, то ли студенты. Самое главное в нашей игре. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА